Места встречи избежать нельзя. Пространство, куда попадают самые недоступные герои современности. Все, что вы увидите здесь, находится под грифом «Совершенно эксклюзивное». Меня зовут Маргарита Иванова. Приготовьтесь удивляться. Его кабинет переполнен наградами, а его расписание забито на месяцы вперед. Но пациенты готовы ждать и больше. Он один из самых востребованных пластических хирургов нашей области, но его имя гремит и за ее пределами. Каково это быть первым среди никого, узнаем у моего сегодняшнего героя Максима Михаличенко. 27 лет безупречной хирургической практики. Десятки тысяч помолодевших и похорошевших пациентов. Виртуозное владение профессией. Его сравнивают со скульптором, фокусником, магом и чародеем. А людская молва приписывает его мастерству самые высокие эпитеты. Кажется, он может все, однако, каков он за пределами клиники, что любит, о чем мечтает. Об этом и не только. Смотрите в эксклюзивном интервью для программы «Место встречи». Итак, наш специальный гость – пластический хирург Максим Михаличенко. У вас семейная династия. Ваши родители были врачами. Ваш сын учится в медицинском. И вас эта участь тоже не избежала. Отчего так произошло и была ли возможность у медицины вас не заполучить? Ну, получается, что так, что действительно у меня и прадед был военный хирург, и бабушка была врач-эндокринолог, работала здесь в нашей первой поликлинике. И мама у меня врач-кардиолог, и отец хирург, и я вроде бы хирург получился неплохой. Ну, почему так получилось, я, честно говоря, не знаю, почему мой прадед и бабушка стали врачом. Но мне эта специальность, как бы, всегда с детства была, вроде бы, близка. Но какое-то время я хотел поступать, как и все мои друзья, в сельскохозяйственный институт города Кустаная. Это где-то было, наверное, в девятом, в восьмом классе. Ну, момент в том, что я с математикой не очень хорошо дружил, больше мне нравилось биология и химия, как-то уже ближе к девятому, к десятому классу все-таки сделал выбор в сторону неточных наук. То есть медицинский институт я уже целенаправленно готовился уже весь последний год в школе, уже занимался усиленной химией, биологией. Ну и, в общем, так вот поступил в Карагандинский государственный медицинский институт. С отличием закончил его в девяносто шестом. Профессия не из простых, правда же? Ну, можно сказать, что да. Ответственности много в этой профессии. Никогда не пожалели? Нет. О выборе? Мне нравится моя работа, мне нравится моя профессия. Мне кажется, врачом быть интересно, престижно, красиво. Есть всегда работа, ты всегда ощущаешь то, что ты нужен. А у вас вообще двойная миссия? И здоровье, и красота? Ну, получается, что да. Двойная ответственность? Двойная любовь к профессии, двойная ответственность. Двойное удовлетворение от выполненной работы, от того, что вдвойнее нужен нашему обществу. Красиво. Нашим людям, женщинам. Поэтому, наверное, так и есть. Мы встречаемся с вами в один из самых главных государственных праздников страны – День независимости. По сути, вся ваша деятельность как раз и проходила в независимом Казахстане. Вы, в общем-то, развиваете пластическую хирургию в нашей области и носите свою лепту. Вот на ваших глазах менялась медицина, становилась, формировалась. Что вы можете о ней сказать сегодня, и чувствуете ли вы этот груз ответственности, в том числе и в этом направлении, вот, в нашей области? Свою миссию, может быть, вы это увидите? Ну, наша медицина действительно за это время, с момента, когда я поступил, с того момента, как я начал работать в Кустанайской городской больнице, в эксистенной бригаде, наша медицина далеко продвинулась. Изменились и условия для пациентов, и список операций, то есть операции стали, появились новые инновационные методы подхода в лечении пациентов, новые оборудования, современные уже подходы в лечении. Поэтому, в данный момент, финансирование в медицине достаточно. У нас организован фонд обязательно медицинского страхования, где пациенты уже могут, часть операций, и даже пластические какие-то операции входят уже в тот перечень, где застрахованные граждане могут получить их бесплатно. Даже вроде бы обычная, например, пластическая операция, тоже это считается пластиком, например, грыж передней брюшной стенки, где сейчас используются современные материалы, современные импланты, устанавливаются в грыжевые ворота. Это тоже, по сути дела, она и называется пластика грыжевых ворот. То есть это пластическая операция, которую на сегодняшний день пациенты, оформив всю документацию в поликлинике, могут прийти на эту пластическую операцию. И в данном случае в нашем центре мы операцию эту бесплатно сделаем с применением уже современных материалов. Вот оно, то самое место, откуда люди выходят как из хита вашего тезки Максима Дунаевского «Леди совершенства». А вы с какой песней или цитатой ассоциируете себя и свою деятельность? Так, интересный, конечно, вопрос. Но, наверное, фразой «красота спасет мир», «здоровье народа», «богатство страны». Чем здоровее трудящийся, тем богаче страна. Поэтому мы оздоравливаем наших дорогих земляков, коллег, делаем женщин более совершенней. Кстати, о совершенстве. Какие негласные стандарты красоты сегодня существуют в мире? На кого хотят быть похожими мужчины и женщины, которые перешагивают порог вашей клиники? Ну, я не могу сказать, что мы обсуждаем с ними, на кого они хотят похожи. Ну, как бы стандарты какие-то, новые тренды. В красоте они меняются постоянно. Иногда женщины хотят себе пухлые губы, чтобы были больше, кто-то хочет меньше, чтобы не было морщин и была улыбка всегда на лице. То есть задачи и цели разные. Ну, то есть условной такой картинки нет? Там Арнелла Мути, Стофи Лорен, Бриджит Бардо или там Анжели Анжели? Вроде как не замечал. А к противоположному тренду «Буде», «Позитиву», «Как относитесь» или «Пластическому хирургу» этого не понять? Кому-то абсолютно без разницы, насколько имеется птос вектом или насколько отопырены уши. А кому-то нужно сделать какое-то изменение, добавить какую-то изюминку к своему внешнему облику. Почему бы и нет? Поэтому главное, чтобы человек себя чувствовал же уверенно. Это, может быть, добавляет ему какой-то смелости, уверенности в каких-то поступках, в каких-то его действиях. Кто-то, может быть, комплексует по какому-то по этому поводу. Ну, и женщины, они же поэтому, они и прекрасны тем, что они хотят постоянно чем-то удивлять, чем-то меняться, чем-то улучшаться. А художникам, скульпторам себя часто ощущаете в процессе работы? Ну, пластическая хирургия и липоскульптура даже, получается, называется. Одна из операций, которая липосакция, ее называют липоскульптура, тоже она как бы связана с тем, что человек, пришедший, например, на какую-то другую операцию, то есть с его телом, с его внешним видом, происходят какие-то манипуляции, что-то увеличивается, что-то уменьшается. По сути дела, это и есть же, скажем так, работа скульптора, только на биологических тканях. В чем прелесть профессии врача? В чем прелесть в России профессии врача? Да, ну, во-первых, врач всегда же нужен, он возвращает здоровье, помогает человеку в трудную минуту. Видимо, вот это и есть, чем прекрасен врач. Тем, что он приходит на помощь в трудную минуту. А в трудную минуту не все же приходят на помощь. Многие бывают, даже есть и друзья такие, которые, в общем-то, рядом, когда у кого-то все хорошо, а когда становится плохо, остаются только либо близкие люди, либо врачи. Поэтому, наверное, профессия врача – это нести людям добро, надежду и быть рядом в трудную минуту. Это ваше кредо? Ну, я как-то не сильно не задумывался об этом. Ну, наверное, раз я в этой профессии и люблю свою работу, люблю свою профессию, наверное, так и есть. А не устаете от вида белого халата иной раз? Ну, бывает такое, как говорится, все люди, если долго не отдыхаешь, там как-то происходят такие моменты, что вроде бы какие-то мысли приходят такие, что нужно отдохнуть, немножко отвлечься, немножко восстановиться. Ну, а так я никогда не разочаровывался в своей работе. Что снится пластическому хирургу? Да как и всем. Когда что? Когда вообще сна нету. А иногда спится хорошо. Работа стучится во сне? Ну, я не скажу, что мне работа как-то влияет на мой сон. Стараюсь жить по режиму, ложиться не позже 12, сплю хорошо, что-то снится. Какими качествами необходимо преобладать, чтобы преуспеть в этой профессии? Доброта к людям, отзывчивость, ответственность, опять же. Но ответственность это и есть, как бы культура. Поэтому вот эти качества он должен обладать. Вы не раз упомянули доброту, а вместе с тем в общей массе хирурги, они представляются такими суровыми ребятами. Часто их такие описывают. Это травматологи. Образ, ну и хирурги недалеко ушли. Хирурги недалеко ушли, да. Почему? Должны быть крепкими ребятами. То есть они должны относиться к боли, к болезни как-то философски. То есть я понимаю, что хирургическая операция это тоже боль, но это боль ради выздоровления. Хирургия это, естественно, раздел медицины, который предполагает делать хирургическую операцию. Для хирургической операции это разрезы, это послеоперационный период, это определенная боль, определенный дискомфорт, определенный страх человек испытывает перед тем, чтобы и прийти на операцию, решиться это делать. Поэтому хирург должен быть таким, чтобы он внушал доверие. Он не должен быть, там, выглядеть каким-то слабым или мягким таким, или этим. Он должен быть, на него посмотрел, и он настоящий, так сказать. Можно довериться. Да, ему можно сказать, вот он не боится, он справится. Поэтому, мне кажется, хирург, он должен быть немножко смелый, немножко твердый характер у него. И в то же время быть, обязательно понимать и душевно относиться к человеческой боли. Вот только хотела сказать, ведь вам не чужды сострадания, милосердия. Совершенно верно, да. Как удается балансировать? С одной стороны, такой холодный ум, да, непоколебимость, а с другой стороны, действительно, проникновение истории своего больного. Ну, наверное, так вот и есть. Как вы эту формулу вычисляете? Это все интуитивно? Это все интуитивно. Складывается с годами. Практика многолетняя. Так и есть. А свой первый случай, помните, первое дежурство, первое какое-то посещение, может быть, вашего кабинета больным? Первый раз я на операцию попал на третьем курсе, по-моему, в институте, на острый аппендицит. Проводили операцию аппендиктомию, мне плохо стало, я через пять минут вышел из операционной. А больше мне, как бы, чтобы там, при виде крови или там, при виде чего-то, какие-то я испытывал чувства, как-то у него уже не было ни страха, ни какого-то испуга. А что это было на третьем курсе? Почему вам вдруг стало неловко? На третьем курсе у нас уже были студенты, были совсем еще практически после школьной скамьи. И, то есть, у нас начиналось сначала уроки анатомии, мы там что-то учили. А когда нас привели на настоящую операцию, и как-то, я не знаю почему, может быть, душно было, может, много людей, может, первый раз увидел, как скальпель рассекает кожу. И, ну, как-то, я не могу сказать почему, но как-то я не досмотрел, в общем, операцию до конца, вышел. И поначалу я даже думал, что не смогу работать хирургом, а потом как-то, наоборот, втянулся в эту специальность. А что вам сказали старшие товарищи на это? Да, они мне ничего не сказали. Они были увлечены пациентом. Каково это быть самым востребованным пластическим хирургом в нашей области? Ну, большое спасибо, конечно. Достаточно востребованная профессия, мне интересно заниматься, интересно делать кому-то, что-то сделать хорошее, что-то доброе, кому-то помочь в этом плане. А какой-то профессиональный жаргон, сленг существует? Что интересного можно услышать в операционной? У нас многие операции бывают, проходят под местной анестезией. Да, просто интересно послушать пациентов. Когда человек находится на операции, у него имеется какая-то, видимо, сначала переживает человек, там ночью не спит, потом приходит, понимает, что это не больно, что это все нормально, и начинает рассказывать какие-нибудь истории. Поэтому на операциях мы больше, скажем так, слушаем, что рассказывают пациенты. А пациенты рассказывают очень иногда интересные, удивительные истории, делятся своим мнением по тому, по этому, по ощущениям, какие-то ощущения у них свои. Ну, в общем-то, во время, наверное, операции мы больше общаемся с пациентом. И ему вроде как легче, спокойнее, да и нам. Лучше, как говорится, слушать, чем много говорить. Так получается здесь. Вокруг вашей профессии много мифов? Ну, мифов о пластической хирургии вообще достаточно много, потому что раньше это вообще как бы было мало всевозможной литературы, мало медицинских каких-то образовательных школ, там, институтов, где можно было учиться в пластической хирургии. Поэтому существовало много всевозможных мифов, считалось вообще, что это какое-то волшебство. На сегодняшний день уже существует множество авторских каких-то школ по пластической хирургии. И также ее преподают в медицинских университетах крупных. И как бы вот эти мифы начинают развеиваться. То есть это, в принципе, такие же операции, как, например, там, как и все обычные операции полостные. Просто именно, они просто для этого используются более ювелирные инструменты, более, там, тонкие, прецензионные какие-то шовные материалы, там, пинцеты, иглодержатели, все такое. То есть та же самая хирургия, но просто более ювелирная, более аккуратная, чем, например, в общей хирургии, там, в каких-то, там, других специальностях в области хирургии. А мифы какие могут быть? Мифы же, мифы это же сказки, а тут, получается, говорят, точные расчеты, инженерная какая-то мысль, новые инженерные достижения, которые, в общем-то, пришли на помощь современной хирургии. А чудеса приходилось видеть на операционном столе когда-нибудь? Чудеса? Ну, бывают такие пациенты, вот были операции эксенны, когда, например, с дорожных больших транспортных происшествий, или просто пациенты, которые были уже изначально, настолько у них были серьезные процессы, им делали операцию, и такое было впечатление, что он просто не сможет выздороветь. Ну, ему, видимо, Бог помог, повезло, поэтому как-то вот... Были такие ситуации, когда пациенты были безнадежно травмированы или безнадежно больны, они выздоравливали. Тут вот и есть, наверное, настоящее чудо, когда им сделали операцию, а он через 3-4 дня уже самостоятельно ходит. Поэтому были такие вот моменты. Вы это объясняете божественностью? Ну, я думаю, да, это же философ... Медицина там вообще такая наука философская, неточная. Да? Ну да. Это же в математике можно же все посчитать. А как пройдет операция, выздоровеет он или не выздоровеет, это только предполагают, делают все для того, чтобы эта операция прошла успешно. А как он будет выздоравливать, как это все заживет, как он восстановится, это уже зависит от природы, от него, от самого, от всего, от множества факторов, которые приведут к хорошему результату. Зависть в свою сторону ощущаете со стороны коллег? А я как бы никогда на это не обращал внимания. Да, мне кажется, никто и не завидует, у всех своих дел хватает. Честный ответ? Ну, мне кажется, да. Сколько часов и на раз вы проводите на ногах за операционным столом? Ну, как бы, вроде мы практически целый день за операционным столом. Утром идет прием, после приема с 12 начинаются операции, до 4-5 часов у нас каждый день оперативные операции, оперативная хирургия достаточно активна в нашем отделении. Ну, получается где-то 4-5 часов, иногда 6. Как удается восстанавливать силы, энергию с такого и снурительного дня? Восстанавливать силы, энергию, скажем так, а я и не устаю. Лукавите? Да, шучу, да. Ну, как, лучший отдых – это смена занятий. Дом, спорт, работа, всего по чуть-чуть. Вы когда перешагиваете порог своей клиники? Какой это человек? Вы руководитель, вы врач и вы в жизни. Это разные личности? Ну, я как-то сочетаю все эти качества. Вот опишите нам этих ребят, очень разных между собой, наверное. Ну, дома я как-то о работе особо не думаю. Отключаетесь, да? Получается у вас это сделать? Получается у меня, да. А руководитель суровый? Да нет, мне кажется, я не очень-то и суровый руководитель, достаточно лояльный. А если кто-то накосячит? Ну, если кто-то накосячит, то мы это решаем все в рабочем порядке, чтобы он больше не косячил как-то. Не то, что мы ругаемся, мы просто проводим определенные какие-то действия, чтобы это больше просто не повторялось. По искусству тяготеете, я так смотрю, да, судя по картинам? По искусству, ну, я не то, что так шибко сильно-то тяготею, но мне нравятся картины красивые. Был в картинной галерее в Амстердаме и решил, думаю, мне понравились картины. Это был этот национальный музей Голландии в Амстердаме. И я вот эти картины, про которые вы говорите, и они так вписались хорошо в интерьер. Мы их подписали, и я заметил, что пациенты, которых мы прооперируем, они потом после операции ходят и читают, смотрят. Видимо, кому-то интересно, кто-то, может, впервые их увидел. Ну, немножко, как, скажем так, поделиться красотой с нашими пациентами. Ну, я коллекционирую картины, только не репродукция, а вот художники, наши местные художники. А это всегда было или это в силу профессии уже такой след, в общем-то, наложился, и вы ищете красоту во всем? Ну, может быть и так, может быть общая какая-то картинка, потому что я помню, мы в детстве же, в детстве вообще часто же и классами ездили, и разные же экскурсии посещали, и с родителями разные ездили города, посещали музеи. Как-то мне это, видимо, отложилось. Детство у вас вообще было насыщенное? Ведь мы начали с того, что там понятно, и предки, значит, в медицине, и ваше продолжение в медицине. У вас вроде бы не было иного шанса, а вместе с тем, мне кажется, музыкантом могли бы стать, нет? Музыкантом, музыкантом мог бы я стать. Я музыкальную школу закончил по классу фортепиано, но как-то музыкантом не стал. Играл в группе, в школе, когда учился. У нас был Дом культуры «Золотой колос», но он и сейчас ездит в Зотобольске. И там у нас была группа, вокально-инструментальный ансамбль, в нем я играл на органе, электропианино. Ну, это было в детстве, а потом как-то немножко... Чего забросили? Да не знаю, в институте учился я пока, и там не было фортепиано нигде. И как-то прошло, вроде бы, как будто это было не я. Сейчас не играю. Может быть, вы еще какими-то скрытыми талантами обладаете, о которых мы не знаем? Ой, да вроде нет, вроде все. Все рассказали? Да. Хорошо. А дома вы каков? Вот там приготовить самостоятельно что-то сможете? Или это не мужское занятие? Нет, почему? Готовить я люблю. Да. И неплохо получается. Готовить начал, когда учился в институте в Караганде, там не было же. Жизнь заставила. И потом как-то вот эти умения у меня, ну, так достаточно неплохо готовить умею. В удовольствие. В удовольствие, да. Какое коронное блюдо? Позвольте полюбопытствовать. Ну, вот мне очень нравится пасту готовить. В Италии я был в Риме, и прям шеф-повар там, я прям смотрел, как он ее делает, приехал и повторил. Вроде похоже. Получилось? Да. А еще что? И в Узбекистоне был, научили готовить узбекский плов. И вот как бы вот эти блюда я, когда есть возможность, свободное время, иногда готовлю. Ну, ничего себе. Для друзей, для семьи. Так вы еще и гурман. То есть вас чем-то удивить так вообще невозможно, наверное. Ну, почему же гурман? Плов и паста, это не так уж и много. Смотря как приготовить. Ну, да. Чем вас можно удивить? Чем меня можно удивить? Ну, и до, и нет, сами справитесь. Значит, с какими-то другими вещами нужно. Путешествия я люблю. Так. Путешествовать, опять же, говорю, никуда-то. У меня нет такого путешествия, что мне нравится какое-то место, в которое я постоянно езжу. Мне нравятся в разные места ездить, в которых я еще не бывал. Сам процесс вас привлекает, да? Я думаю, что на сегодняшний день, в моем возрасте, мне нравится. Какие-то традиции этих стран вам приглянулись, может быть? Ну, мне в Японии понравилось очень сильно. Да? Да, из всех стран. Чем? В Японии это, потому что в Японии это страна комфорта, они живут по системе кайбанфлоу, где для человека и для потребителя, и для окружающих делается все комфортно. То есть они добиваются в своей жизни, в своем окружении полного комфорта, простоты и комфорта, чтобы было все понятно, просто и удобно. А, как правило, вот эти слагаемые «просто», «комфортно», «удобно» – это всегда равно что-то задорого, да? Дорогого. Вот вопрос дорогих вещей для обеспеченного человека – это вопрос комфорта? Или просто как бы галочка, что я могу себе позволить? Ну, каких вещей же тоже надо смотреть. Если, например, часы, то они же комфортные. В чем? То, что они точно идут и не ломаются. Они и за 2000 идут, и за 200, и за 2 миллиона. Да, если взять автомобиль, то автомобиль, я считаю, должен быть самый безопасный. Имеется. Не то, что он ко мне. Если он и безопасный, то он и комфортный. Вот в чем дело. Покупают же, например, дорогую, взять, что дорогую машину не из-за того, что она дорогая, из-за того, что она безопасная, я так понимаю. Ну что, Максим Викторович, прокатите? Прокачу. Вообще, для вас машина – это средство передвижения исключительное, или любите проводить время за рулем? Ну, я люблю проводить время за рулем. Ну, и считаю, что машина – это средство передвижения. – Необходимое? – Необходимое, да, чтобы попасть из точки А в точку Б. И хотелось бы попадать из точки А в точку Б с определенным комфортом. – Когда вы за рулем, вы слушаете музыку или, наоборот, в тишине о чем-то размышляете? – Когда я за рулем, я слушаю музыку. – Какую? – Музыку разную. И радио слушаю, и где-то свои какие-то сборники. – Ну, ваш плейлист, он как выглядит? – У меня плейлист абсолютно такой, как бы, разношерстный, имеет разные. Я, в зависимости от настроения, наверное, таковую музыку не слушаю. – А что способно поднять вам то самое настроение? – Хорошо проведенное время, выполненная какая-то работа, солнце, когда светит, когда хорошая погода. – Когда вы покидаете пределы клиники, начинается уже какая-то другая жизнь, да? Какие хобби, какие увлечения можно найти вашим райдерам? – Ну, в общем, увлечения какие могут быть. У нас увлечение в нашем городе заниматься спортом, мне нравится. – На нашу передачу хоть поглядываете? – Вашу передачу поглядываю обязательно. – Любимая телеведущая есть? – Да. – Кто? – Как кто? Маргарита Иванова. – Прекрасный выбор. – Спасибо. – А в дурном настроении часто бываете? – Да, я как-то в нем вообще никогда не бываю. – Никогда? – В дурном, да. Бывает, ну да, немножко какая-то такая ностальгическое настроение, когда погода плохая или там на работе немного уже подустал. Ну, нужно хорошо отдохнуть, на спорт сходить, съездить, позагорать куда-нибудь. – И сразу как новенький. – И вроде все, восстановился. Главное же не то, что устал, главное, чтобы потом восстановление произошло. То есть человек должен уставать, должен работать и должен отдыхать, чтобы у него период, как называют, как говорят врачи, регенерации был всегда завершен. То есть нужно полноценно отдыхать, чтобы у тебя проходила регенерация. То есть даже выходные проводить спокойно. Отдыхать так, чтобы в воскресенье уже хотелось в понедельник на работу быть, и в понедельник мог проснуться утром бодр, полон сил, энергии, и вылез всегда у тебя четко видны цели и задачи. – Кстати, Анин, вы многого добились в своей профессии. – Спасибо. – А есть какая-то большая цель или мечта на сегодняшний день? – Так, ну, цели и задачи у нас мы выполняем, у нас есть, которые перед нами ставят и руководство, и какие на себя берем обязанности с нашими партнерами, с которыми мы работаем по медицинской линии. Лично для себя у меня вот есть тоже, например, по пластической хирургии, меня, например, очень лицо сейчас интересует. Сейчас появляются новые методы, эндоскопические процедуры появились. То есть уже, например, какие-то операции можно делать без разрезов, можно делать их эндоскопическим способом. Вот это было бы неплохо. То есть когда учился в 2004 году, так, такие были операции. Они постепенно-постепенно модифицируются, меняются в сторону менее, менее, чтобы они были травматичны, но более эффективны. И поэтому за этим нужно смотреть. И не то, что это у меня мечта такая, это нужно просто делать, чтобы не отстать от своих, как вы говорите, конкурирующих организаций. Правильно? Конечно. Вот так вот. Ну что же, пожелаем вам удачи на этом пути. Спасибо большое. Наша встреча становится уже доброй традицией. Так что до новых встреч. Спасибо большое. Было очень приятно пообщаться. До свидания. Мне так же. До свидания. Наш герой Максим Михаличенко своими руками может виртуозно превратить любую женщину в леди совершенства. Пожелаем ему дальнейших совершений на профессиональном поприще. Кстати, о фокусах. Наш следующий герой владеет этим искусством в совершенстве. Ведь он работает волшебником. Что такое фокус? Ловкость рук? Магия? Или способ изменения сознания? Почему искусство иллюзии завораживает? Что оно дает зрителю и мастеру? Иллюзионист Антон Вознесенский. Один из самых успешных представителей своей профессии. Искусно балансирует на грани виртуозной техники и непостижимого волшебства. Умело соединяя в своих шоу-программах обыденное и непознанное. Как трансформируется и эволюционирует профессия иллюзиониста в современном мире? И есть ли в нем место чуду? Смотрите прямо сейчас. Антон, добрый вечер. Добрый вечер. В каком настроении вы к нам пожаловали? В прекрасном. Все-таки предновогодняя пора. Настроение уже потихоньку к Новому году с каждым днем только повышается. Самое время для волшебников? Разумеется. А как вы себя величаете вообще? Волшебник, маг, чародей, иллюзионист? Это классика, которую мы слышим, когда выступаем. Маг, чародей, иллюзионист и всякие синонимы, которых можно придумать еще немало. Я могу называть себя иллюзионистом, потому что я работаю с масштабными номерами, с иллюзионами. В моем арсенале есть такие трюки. Например, с привлечением кролика в девушку, с левитацией девушки, с появлением девушки из огня. Сейчас в наше время, кстати, стала мода называть иллюзионистами всех подряд, даже тех, кто показывает карточные фокусы. Раньше были более строгие критерии к этому, но сейчас все-таки современное такое веяние пошло, и теперь каждый называет себя иллюзионистом. Что неправильно? Ну, я считаю, что да, что нужно разделять. Есть фокусники, кто работает, например, микромагию, показывает какие-то небольшие салонные трюки и так далее. Есть иллюзионисты, которые работают с крупными иллюзионами. Не зря их так называют иллюзионы. То есть здесь все глобальнее, в этом отличие. Да. Масштаб трюков, вот в чем разница. Ну, раз карты у нас на месте, наверное, не просто так, да? Вы решили с этого начать? Да, давайте мы с этого и начнем, и попробуем сделать какой-нибудь классический карточный фокус. Для этого... Можно я встану? Конечно. Так будет чуть удобнее. И для начала покажем нашим зрителям, что у нас имеется колоды карт. Самые простые настоящие карты. Нужно будет сделать какой-нибудь выбор. Вытащить абсолютно любую карту, неважно откуда, из середины, где-то подальше, и показать ее в камеру. Мне не показывать, я в этот момент даже отвернусь. Так, хорошо. Не подглядывайте. Все, я повернулся. Берем карту. Даже если я ее вижу, ничего страшного, потому что я уже видел этот фокус. Вы его знаете в корне изнутри, да? Да, мы уберем карту куда-нибудь в серединку, но буквально по первому щелчку она оказывается наверху колоды. Так. Если я положу ее пока на стол, к примеру, можно вашу руку вот так, одну? Можно. И второй рукой все карты нужно будет зажать, крепко-крепко. Такой сэндвич сделаем карточный. Хорошо. Я возьму сейчас вашу карту, два раза ее вот так проведу, и она превращается в другую. Была дама черви, стала пиковая. Да. Значит, ваша карта снова наверху колоды. Чуть-чуть разжмите, я достану верхнюю карту, и это снова ваша дама черви. Но самое интересное происходит сейчас, когда все карты исчезают из рук. На счет три. Раз, два, три. И все карты уже исчезли. Можете проверить. Друзья, я оттягивала этот момент, потому что я пыталась сильно удержать колоду, чтобы Антон никуда ее, в общем-то, не смог утащить. Но. Где карты? Но карты уже исчезли. И если у нас исчезли карты, значит, показывать карточный фокус мы больше не можем. К счастью, я запасусь еще и другими фокусами сегодня, поэтому у меня еще есть чем вас удивить. Спасибо большое. У вас уже это получилось? Все мы знаем, что обман плохо, но в данном случае я рада обманываться, и наши зрители, и даже скептики, мне кажется, сейчас подошли поближе к телевизору. Кстати, говоря о том, как называют себя элезиониста, есть такое выражение «мастер доброго обмана». Я считаю, что он очень хорошо подходит в данном случае. И звучит красиво. И звучит красиво. А люди вообще удивляются, когда вы говорите «вот я волшебник». Чаще всего да, потому что это довольно редкая профессия, особенно в нашем городе. Поэтому даже, скажем, когда едешь в такси с реквизитом, с чемоданом, с кроликом, таксист на тебя смотрит и говорит «фокусник, что ли?». Да, так и есть. Часто просят показать что-нибудь. Да, требуют подтверждения слов, да? Приходится дождаться конца поездки, разумеется, чтобы не отвлекать водителя. Но иногда стараемся удивить всех, даже вот пока едем на выступление, удивляем водителя. Сколько лет уже длится ваша карьера? Хороший вопрос. Не меньше 10 лет, вот что я могу сказать. Потому что первое выступление было как раз, когда мне было 16 лет. То есть уже практически 12 лет с первого выступления прошло. А как вы вообще к этому пришли? Как докатились до такой жизни, Антон? На самом деле, с самого детства были интересны всякие подобные штуки, как карточные фокусы. Очень много попадалось видео. Тогда еще не было так развит интернет, и видео можно было найти где-нибудь скаченным на компьютере. Ну, то есть не было так популярным YouTube тот же самый. Видео в основном скачивали. И помню, у меня на компьютере первом было видео от известного американского фокусника Дэвида Блейна, где он показывал на улице карточные фокусы. Кстати, он и популяризировал этот жанр «уличная магия». Благодаря ему стало развиваться это направление. И сейчас, в принципе, много кто слышал такую фразу, как «уличная магия». И с этого, можно сказать, и началось. Что здесь важнее? Фантазия человека, мозги, наблюдательность, ловкость? Хороший вопрос. Наверное, логика. Логика. Вот что для меня. Поскольку у меня еще и... Ну, по специальности я сам программист. Вот программисты, можно сказать, получаются из комбинации логики и лени. Фокусники получаются из комбинации логики и любознательности, я бы так сказал. Современные технологии нынче, я знаю, вот в обиходе нет-нет-доеда у фокусников. Согласен. Понимаю, как с картами. Не так давно выходила программа на ТВ-3, можно назвать ее «Битвой фокусников». Называлась она «Все, кроме обычного». И там одним из главных критериев в показе фокусов была современность, чтобы фокусы были современные. И все изворачивались как могли. Кто-то использовал телефон, кто-то другие современные технологии. Кстати, о телефоне. Давайте что-нибудь с ним и попробуем сделать. У вас даже телефон заколдованный? Телефон очень заколдованный. В нем есть одно волшебное приложение, называется «Заметки». Да. Куда я выписал список самых известных актеров. Я насчитал 41 актер у меня получилось в этом списке. Актеры и актрисы. Ага. И я попрошу вас назвать число от 1 до 41. Давайте 18. 18. Прекрасный выбор. Мы откроем приложение «Заметки», найдем, где он у нас. «Ноутс» — «Заметки». Можно подглядывать. Здесь есть список знаменитостей. Какое число вы назвали? 18. 18. Посмотрите на 18-ю знаменитость. Угу. А я постараюсь для начала отгадать, кто это. Запомнили? Ну, вообще, с моим вкусом, я бы должна была шестерку выбрать. Ну, ладно, пусть будет 18, тоже неплохо. 18-й неплохо, да? Да. Судя по вашей реакции, можно предположить, что это актер-мужчина, судя по тому, как вы это описали. Неплохо, неплохо. Кого из известных актеров можно было бы так описать? Вряд ли это Брэд Питт, потому что Брэд Питт — это эталон красоты, как принято говорить, да? Значит, кто-то схожий по уровню знаменитости, но... Возразить можно? У меня Джонни Депп в этом списке. Джонни Депп в этом списке. Хорошо. Причилось подвинуться. Спасибо за подсказку, что... Что это не Джонни Депп. Что это не Джонни Депп. Ну, там еще 40 человек. Значит, это кто-то неизвестный. Мне кажется, это кто-то, кто снимается в каких-то боевиках. Maybe. Maybe, хорошо. А еще мне кажется, что он очень любит сам исполнять свои трюки, этот актер. Да. Я угадал, да? Потому что это Том Круз. Это Том Круз. Совершенно верно. Но вы можете подумать, что я просто запомнил список, да? Не исключаю такую возможность. Поэтому я сделал небольшое предсказание, которое все время находилось здесь. Здесь у меня в этом пакете лежит фотография той знаменитости, про которую вы подумали. Смотрите, у меня здесь фотография Тома Круза, когда он был маленьким. Ну, в общем-то, да. Я понимаю, что это не самый честный способ сделать предсказание. Но если хотите, у меня есть фотография поновее. Там, где он выглядит уже более узнаваемым. Том Круз. Так. Можно? Я даже иной раз не знаю, как комментировать. Я просто должна принимать, наверное. И, в общем-то, кланяюсь, потому что перед талантом больше ничего и не остается. Это Том Круз. Вы меня удивляете. Каждый раз наше знакомство сегодня не первое. Вы уже были у меня когда-то на проекте в пятницу вечером. Лет пять так назад. Вместе с тем я следила за вашей карьерой. Я знаю, что вы сейчас делаете. Исчезновение. Вот действительно там с девушкой очень много интересных фокусов. Я представляю, какой адский труд за этим стоит. Да. К тому же я не только показываю эти номера. Я часто их самоизготавливаю. Весь реквизит. Вот лично мне это нравится. Я люблю что-то конструировать. В гараже у себя взять весь инструмент. Напилить самостоятельно, собрать. Это такой творческий процесс. И когда ты видишь результат своих действий, это очень приятно. На что вы опираетесь, когда вы создаете тот или иной номер? Во-первых, нужно думать о том, как он воспримется. Нужно, чтобы он был максимально зрелищным. Желательно, чтобы в этом номере был какой-то определенный момент, какая-то точка, которая вызывает максимум эмоций. Такое сосредоточение эмоций от зрителей. Например, номер, который мы показываем с превращением кролика в девушку, вначале кажется людям очень слабеньким. Потому что мы сажаем в домик кролика, протыкаем его мечами, показываем, что кролик исчез. Но домик довольно немаленьких размеров. Люди думают, подумаешь, исчез кролик. Но когда мечи убираются, оттуда появляется девушка. И в этот момент конкретно эта точка в номере, которая заставляет просто людей всех... Возрывы, да, происходят? Да. Кролик жив остается. Кролик жив. Девушка тоже. Никто не пострадал, да? Это вообще-то залог, мне кажется, хорошего фокуса и успеха иллюзиониста. Но вместе с тем профессия-то непростая. Вот скажите, бывают какие-то ситуации на тех же выступлениях, когда что-то идет не по плану и приходится уже активизировать и фантазию, и навыки, и все прочие моменты, чтобы спасти... Да, импровизация часто случается, такое бывает. Чаще, конечно, это происходит при показе каких-то небольших фокусов, потому что сценические номера, они в большинстве своем отточены до, скажем так, последней точки. Но и на сцене происходят иногда не самые приятные вещи. Например, у меня есть фокус, когда меня связывают. Вот. Чаще всего я вызываю двух девушек из зала, которым даю мощную веревку, с помощью которой они привязывают мои руки к ногам. И они не стесняются в этот момент, да? Активно это делают. Да, они, как правило, должны как минимум слушать, что я им говорю. Но зачастую происходит так, что они включают свою фантазию и вытворяют, что им вздумается. Они должны привязать руки к ногам, недавно меня привязали к стулу. Такое тоже случилось. Но благо у меня все схвачено, поэтому фокус не пострадал. Ну, фокус даже усилился за счет того, что они сделали все по-своему, но я, тем не менее, их удивил. Ну, давайте удивимся еще раз. Вот тут вопросительный знак. Да. К чему же он? Скажем так, еще одно небольшое предсказание, назовем его так. И чтобы все было честно, я отдам его вам, чтобы оно находилось подальше от меня, чтобы я не мог его подменить, достать и так далее. А еще у меня есть вот такая вот книжечка. Так. Это, как здесь написано, криминальная классика, да? «Крестный отец» — очень известное произведение. Вы прямо старались, да? К нашей передаче нашли. Для начала убедимся, что страницы все разные и так далее, да? И в качестве закладки у фокусников, разумеется, используются игральные карты. И давайте вот что сделаем. Я буду сейчас листать книгу вот так, а вам нужно будет сказать слово «стоп» на любой странице, когда захотите. «Стоп». Здесь, прекрасно. Я помещу сюда закладку, и нужно будет запомнить первое слово и номер страницы. Хорошо? Я чуть-чуть отогну, чтобы... Так. Вот здесь запомнили. Все. Первое слово и номер страницы. Так. Чтобы я не подглядел, уберем закладку. Я постараюсь отгадать, что же за слово... Я держу крепко в этот момент конверт. Что же за слово вы задумали? Так. Давайте я просто постараюсь по вашей реакции. Это длинное слово. Можете отвечать правду, можете врать. Нет, это короткое слово, да? В нем больше четырех букв. Хорошо. Вижу, что сейчас вы говорите правду. Поэтому это... Я всегда так делаю. Хорошо. Но это небольшое слово, нет? Нет. Хорошо. А, наверное, это слово как-то связано с тематикой книги. Мне кажется, это какое-то... Может быть, даже оно есть в названии. Мне кажется, вы задумали слово «крестный». Нет? Нет. Нет? Нет. Странно. Обычно у меня получается. Хорошо, давайте так. Скажите, какое слово на самом деле вы задумали? Можете назвать, ничего страшного. Я уже видел и этот фокус. Да? Ну, на самом деле, тут слово, которое является девизом нашей передачи, потому что, глядя на каждый ваш фокус, мне хочется сказать «больше». Больше. А на какой странице вы его запомнили? Номер страницы можете подсказать? 160-е. 160-е? Знаете, такого не могло произойти. Вы не могли задумать этого слова. От чего? Физически. Давайте я объясню, почему. Если мы возьмем книгу, передадим ее вам, откройте ее на 160-й странице. Найдите страницу номер 160. И тогда вы поймете, что такого не могло произойти. То есть я обманщица. Найдите страницу 160. Перед многомиллионной аудиторией вы меня делаете обманщицей. Что вы там видите? Мне кажется, тут кто-то очень хорошо поработал. В этой книге нет страницы номер 160. Теперь-то уже нет, есть только остатки от нее. Есть остатки от нее, потому что после 158-й сразу идет 161-е. Ну и есть такое. Но перед тем, как начать, перед тем, как вы выбрали страницу, я дал вам конверт. И это правда. Давайте откроем его и посмотрим, что находится внутри него. Книгу можно вам передать? Книгу можете положить на стол, так, чтобы я к ней не прикасался. Оставим. Значит, вопросительный знак, друзья. Да, потому что всем интересно, что же в этом конверте. Я, конечно, докадываюсь. Я хоть и блондинка, но с логикой вроде все неплохо. Там находится страница. И какой на ней номер? 160-я и начинается со слова «больше». Да, и если мы подложим ее к книге, мы увидим, что это действительно та же самая страница. Друзья, вот так это выглядит. Как? Есть только один вопрос, Антон. Как? Самый частый вопрос, который я слышу. Ну, извините, мы в этом смысле банальны. Но очень хочется узнать, какие у вас есть личные секретики мастерства. Вы умеете хранить секреты? Да. Я тоже. Поэтому вы не узнаете никаких секретов. Спасибо вам большое за это, конечно. А вот яркий образ для иллюзиониста – это важно? Или важнее, что он может руками сделать? Лично мое мнение, что образ сценический, когда ты работаешь на сцене, тоже важен. Сейчас в современном мире очень многие иллюзионисты выступают в более свободном каком-то виде. Они предпочитают надеть не классический костюм-тройку, а джинсы с каким-нибудь кардиганом и выступать так. Сейчас это нормально, я считаю. Я ничего против не имею. Но лично мое мнение, что если работаешь на сцене, нужно, чтобы зрителям было не только приятно смотреть на фокусы, но и, в принципе, на артиста самого. Но вы же создаете праздник, мне кажется, это прям обязательная часть программы. Джинсы – это, конечно, ближе к народу, но, с другой стороны, фокус – это не про народ. Это вот избранные какие-то ребята, которые умеют владеть этим искусством. Да, поэтому лично мое мнение, что все-таки я предпочитаю классику. Я, на самом деле, наверное, с раннего возраста любил одеваться именно в таком виде, и поэтому, начав выступать на сцене, у меня просто не было выбора. И поэтому костюмы-тройки – это мое все. Над чем работаете сейчас? Сейчас очень много всего запланировано. Сейчас стараемся сделать материал для сольного шоу. Мы уже однажды его проводили, пока еще не в Кустанай, пока рука не поднялась. Пока мы выступали в Лисаковске, делали целую программу на час со всеми масштабными номерами. Сейчас еще дорабатываем, как раз работаем больше над масштабными номерами. Есть в планах номер с протыканием ассистентки, когда я буду протыкать штырями. Есть номер с светодиодными мечами. Такая тематика «Звездных войн» немножечко. В общем, очень много всего. Ну и, скажем так, стараемся развивать все направления. Например, сейчас вот в этом месяце очень популярно стало заказывать у меня выступление в формате микромагии, чтобы я ходил по столикам в заведении и удивлял каждый столик в отдельности какими-то небольшими фокусами. Это направление тоже сейчас стараюсь развивать, придумывать какие-то новые фокусы и так далее. То есть мы не раз еще встретимся, в общем-то. Да. Фокусов найдется для этого случая. Фокусов найдется обязательно. Но у меня сегодня уникальный выпуск в том плане, что есть профессии, где очень много представителей этого ремесла, и там большая конкуренция. А есть единичные случаи. В первой части у меня пластический хирург, который чуть ли не единственный в нашей области. Вы тоже, по сути, конкурентов-то особо не наблюдаете в своем ремесле. С недавних пор особенно, да, потому что мой единственный конкурент сейчас переехал в Алмату. Да. И теперь, скажем так, город захвачен мной. Вот каково это быть первым среди никого? Это приятно, это удобно или это все же сложно? Я бы сказал все сразу. Это и удобно, и приятно. И с другой стороны, конкуренция, она все-таки подстегивает к развитию, да. А когда у тебя нет конкуренции, ты сидишь и думаешь, да ничего страшного, в принципе, я все равно один. Но я стараюсь все эти моменты учитывать и все равно не забывать о том, что нужно всегда развиваться, нужно всегда стремиться к большему. Ну вот скоро Новый год. Наколдуйте нам чего-нибудь хорошего в наступающем году. Хорошего? Ну, в наступающем году, во-первых, хочется пожелать всем, чтобы все были здоровы. Сейчас в наше время, после карантина, в первую очередь задумываешься об этом. Чтобы в Новом году у всех сохранялась вера в чудо и чтобы было место для чудес жизни. Мы еще не раз удивим наших зрителей, в том числе и в новогоднюю ночь. Мы уже готовим особенный номер, так что не пропустите, друзья. Ну а вот подобные встречи в формате интервью, я надеюсь, у нас продолжатся и станут доброй традицией. Обязательно. Спасибо большое. До новых встреч. Это была программа «Место встречи» и я, ведущая Маргарита Иванова. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok